И девочек, ребята, всем привет! С вами, как всегда, я Градус, и добро пожаловать в мой огроменный зоопарк, который я развивал для того, чтобы его посещало как можно больше людей. И это у нас вторая часть. Первую я снимал пару недель назад, те, кто смотрели, знают, как тут всё устроено. А если вы здесь впервые, то знайте, чем больше я развиваю свой зоопарк, тем больше посетителей, больше денег он приносит, а также красивее он становится. И в прошлой серии я достиг отметки в 250 человек. Правда, я немножко снес парочку объектов, и поэтому их сейчас 248. Так или иначе, моя цель изначально была 1000 человек, что, в принципе, очень сложно, но вполне реально. Поэтому, если вам вообще нравится изучать зверушек, ходить в зоопарк или просто какие-то конкретные животные, то дайте знать это в комментариях, лайком под видосом, да чем угодно. Мне в любом случае будет приятно. Ну, и ещё у меня уже готовый уголок здесь для пингвинов. Правда, мне кто-то писал то, что тюлени и пингвины могут жить в одном месте. Вы действительно хотите это проверить? Ладно, сейчас проверим. Вот, я заспавнил тюленя, а также пингвина, и смотрим, будут ли они мирно жить, или всё-таки тюлень сойдёт с ума и начнёт их есть. Или только осадка была, а тюлень мирный. Но медведя точно спавнить рядом нельзя. Хотя, странно, может, я, конечно, ошибаюсь, но я вроде читал про то, что тюлени нападают на дельфинов. Надеюсь, они будут жить дружно, мирно, и мои посетители не увидят, как здесь проливается чья-то кровь. Всего времени потратил на вот тот уголок. Ещё я успел развить свой зоопарк вот этой части, подоставляя всего нового здесь, а также увеличенную территорию для белых мишек. Но, думаю, это всё сносить. Поэтому мы как бы развились в этой стороне. Эту сторону я, пожалуй, пока что оставлю. И мне нужно сделать всё-таки где-то территорию для перекусов. То есть у меня там была. Предлагаю как раз начать. Поэтому хочу поставить сюда вот этот фургончик с печеньями, пирожками, а также арбузиками. Ну и плюсом у меня здесь есть как раз шарик в виде Немо. Жирафа и ещё одного Немо. И акулы из Икеи. Я, пожалуй, займусь сейчас небольшой чисткой. Чтобы, будучи мне отвлекаться на это, повторюсь снова же, что я в креативе здесь не просто так. Иначе бы я просто не смог следить за своим зоопарком. Это как в какой-то старой игре на диске. Ох, я помню, в свои-то 10 лет играл в это всё. Но именно креатив мне позволяет делать это всё оперативно. И предметы в моём инвентаре сразу не пропадают. Так что это условия карты, а не моё читерство. Территорию расчистили, значит мы приступаем уже к дальнейшим прокладкам дорог. Мне почему-то понравилось больше всего песочное. Хотя в той территории, где у меня больше саванны, простых лесов и такого прочего, я там проложил уже каменную плитку. А как насчёт дороги из гравия? Давайте посмотрим, как она выглядит. А, что? Что я сейчас сделал? А, я выполнил свою цель в 250 посетителей. Я как бы могу больше, но миссию карты я выполнил. Я теперь понял, что гравий это какой-то у нас, я не знаю, кривой что ли вариант. Вы посмотрите, это такая тропинка какая-то, я не знаю, заросшая травой. Не-не-не-не, плохой вариант. Мой зоопарк будет выглядеть премиально, презентабельно и прочее-прочее. Там ещё какая-то шахта, давайте до неё доложим дорогу. Меня, наверное, не любят все перфекционисты. И с тем, как я всё расставляю, как я куда отправляюсь, типа я развиваюсь не сразу, а от уголков к уголкам. Поэтому в этой серии я просто хочу сделать уютный уголок здесь. Только вот какой? Вот что это будет? Перекус? Снова же животные или что-то другое? Но тут есть какая-то ещё шахта интересная, могу в неё сходить? А ну-ка, давайте посмотрим. Да, могу, спокойно прохожу, но в ней ничего особенного нет. Может, наверху что-то есть? Так, и здесь тоже пустяки. Ну ладно, не беда. Давайте-ка мы поставим здесь самый здоровый аквариум из всех возможных. Гигантский. Вот такого он... О, божечки. Какого же гигантского всё-таки он размера? Я его поместил нормаль? А, ну конечно. Градус, ты как всегда в своём репертуаре поместил избушку к себе задом, к лесу передом. Можем спокойно наслаждаться гигантскими видами. В других своих аквариумах я совсем мало спавнил разных рыб. Я хочу сделать отдел больше с черепахами и одновременно с акулами. По идее, они должны ужиться. Но вот дельфинов всё-таки я не могу поместить рядом. Не так это работает уж точно. И запускаем сюда дельфинов. Возле этого аквариума мне по-любому нужно сделать какой-нибудь перекус. Но перекус перекусом. А мне хочется сделать ещё небольшой декоративненький лес. Только что-то мне это не очень нравится. А ну-ка, если смешанное попробовать. О, господи, я тут ещё цветы могу засадить. Не такой уж я ландшафтный хороший дизайнер. Лучше всё-таки что-нибудь про еду. Во, рестораны. Пошло, пошло, пошло. Вот буфет я ещё не ставил. Ну давайте сделаем его возле шахты. Неплохой буфет, красный цвет. И у нас тут всякие зелья, касса. Ну, пустяковая вещь. Сейчас нам надо скопировать ещё немножко песка. И проставить его вот так вот вдоль как раз. И в рестораны, и вдоль нашего аквариума. Здесь мы сделаем небольшое место под деревья. Потому что как раз деревья мне недостаточно места уделил. Ну посмотрим. Надеюсь, сегодня я хотя бы добью 500 посетителей. А чем лучше мы всё это делаем, тем больше посетителей приходит за раз. Так, деревья, 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 деревья. Где деревья? Так, это всё в инвентаре лазать надо. Искать. О, фонтан можно. Опа, песчаный замок. Это песочница? Ё-моё, чё оно такое большое? А гигантское? Хо, прикольно. Неплохо, знаете ли. Всё. И поиграться можно. И поесть. И на рыбь посмотреть. Ну или прийти сюда. Выбрать рыбу, из которой мы сделаем суши. Поиграться в песке, пока её готовят. А потом пойти сюда на перекус. И взять с собой акулку из Икеи. Держи, житель, чё ты такое? А, ты тигра. Но деревья всё так же я не успел посадить, потому что я не нашёл их. Вот, нашёл деревья. Нашёл, 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 нашёл. Раз дерево и два дерева. Сделаю эти деревья вообще вдоль всей этой тропинки. Чтобы была такая вот небольшая прогулка. Как будто прогулка по парку. Но без парка. А просто небольшого количества деревьев. Лично в моём городе делают как? Небольшую ограду вокруг деревьев. И пишут какого они года. То есть это уже прям традиция такая долгая, долгая. Идёшь, смотришь дерево 1775 года, 1789, 1828 и так далее. У каждого своя история. Сделаем возле ресторана недалеко уборную. Прям вот где-нибудь её. Вот сюда. Потом влепим нормальную дорогу. Боже, в этих иконках запутаться проще про стол. Такая вот небольшая площадка для парковки самокатов. У нас в городе ограничение с самокатами, конечно, такое неплохое. Нормально самокат нигде не оставишь. Только на специальной парковке, поэтому у нас будет парковка от одного туалета к другому. Только с одного срочного места к другому срочному месту. И чтобы обычным прохожим не мешать, то мы можем ещё возле аквариума рядом поставить и экс. Я хочу ещё одни джунгли. Но уже огромного размера, как аквариум. Потому что таких огромных джунглей у нас ещё не было. И сюда мы сейчас завезём. Мы знаем. Райму мы уже сделали небольшой вольер. Там были панды. Я просто переживаю за счёт того, что они могут между собой ссориться. Так обезьянок мы тоже сюда запихнём. Многие писали про своих любимых животных под прошлой серией. Поэтому предлагаю сделать точно так же и в этой. Если вы хотите поделиться, какое у вас любимое животное, то почему бы и нет. Но вот на сегодня у меня любимое животное горилла. По тому количеству, сколько я их заспавнил. Всё, они оккупировали эту территорию. Но чтобы пандочки не было одиноком, мы заспавним ещё одну пандочку. То, что я в вольере ещё ни одну пандочку коричневого цвета не заспавнил. Нет у нас такой, знаете, редкой, уникальной и особенной. Но мало ли, мало ли, чё, ну, может завезут. Давайте, наверное, посмотрим, что после улучшения этого уголка удалось достигнуть. 300 посетителей, ещё 200. Дэ-дэ-дэ-дэ. Ещё парочку ресторанчиков. Я ещё не делал азиатскую кухню. Кухню, которую сам очень обожаю, но так и не поставил. И сделаем-ка мы её где-то здесь среди деревьев. Во, так идеально. Или не идеально? Допустим, ставим сюда. Во, нормально. Так, теперь мы берём, например, вот эту тропинку. Ставим её сюда и всё шикарно. Раз, зашёл и перекусил. У меня, пожалуйста, один рамен. Тут вообще кто-то есть. Эх, надо ещё работников искать. Давайте посмотрим, что у меня тут у животных происходит. Так, слоны вроде бы с верблюдами не дерутся. Скорпионы себе гуляют, кусают друг друга. Жирафы, зебры и носороги теперь лучшие друзья. Здесь, кстати, самый живой уголок. Здесь больше всего людей. Так, жирафы тут отдельно стопи... А, это коала, это не топир. Ну и кому что в этом зоопарке. Но мне больше всего нравится вот этот тайный уголок. Где полным-полно змей. И попугаи. Тут, кстати, где-то должен быть мой любимчик попугай. Жёлтый-голубой. Вот он, вот он. Назову тебя Славиком. Фамилия Украина. Проехали. Чё зебра делает мне в вольяре? Кто её выпустил? Так, с тобой мы потом отдельно поговорим. Мне нужно построить сувенирный магазин. Сувениры обычно нужно ставить где-нибудь на выходе. Потому что, когда уходят, могут забыть про них. Поэтому мы сносим сейчас здесь туалет. И ставим сувениры. Сносим снова сувениры, потому что я их криво поставил. И ставим снова. Вот, другое дело. Правда, не совсем понимаю, что за сувениры здесь можно купить. На полках ничего нет. Просто какие-то костюмы бесполезные. Называется сувенирное. Просто слоник сверху. А вот это у нас что? Это я ещё ни разу не строил. А, это просто площадочка посидеть, покушать и просто на свежем воздухе отдохнуть. Ну, знаете, в принципе, пускай будет. Что я ещё могу? У меня же по-любому что-то открывалось постепенно, когда я приводил новых клиентов. Теперь должно быть доступно абсолютно всё. А если абсолютно всё доступно, значит абсолютно всё у меня должно здесь быть. Я хочу поставить фонтан. Он, кстати, может быть разных размеров. Либо маленький, либо большой. Поэтому мы фигачим огромный фонтан прямо в центр всей этой территории. Ну, кстати, за две серии нам удалось практически половину от всего зоопарка застроить. И только одну половину аккуратно. К середину вообще, как душе угодно. Вот здесь. Здесь это вот это мы снесём. Так, значит, нам здесь нужна дорога другая. И всё это песочком обложить. Наверное, да. Наверное, песком хочу. Тогда нам придётся посносить немножко. Поставить его сюда. И потом уже дорогу из песка. Песочная дорога. Песочная дорога. Песочная дорога впереди. Сейчас мы тут проложим. Атакую магистраль. Чтобы по ней пройти. И в день ВДВ в бассейне время провести. Парам-парам-пам. Музыкальная пауза с Ильёй Дягилевым без смс-регистрации. Звоните по номеру 8800. Неважно. А ещё у меня, оказывается, не все животные есть на территории зоопарка. Поэтому мне нужно поставить больше леса. Поскольку именно в лесу больше всего разновидностей различных территорий. Это не лес. Это у нас саванна. Я гений. И теперь призываем ещё и сюда зверушек. Значит, львы у нас были. Это было. Зебра была. Значит, короче, с лесом у нас никаких проблем нет. Какую территорию мы ещё не полностью обустроили? У меня там есть ферма? Кажется, её снес, потому что мне показалось, что оно там не по фэншую всё. Поэтому ферму можно, в принципе, поставить вот в том уголке. Там как раз для неё местечко такое безопасное. Поэтому сносим весь лес. Всю лишнюю траву, чтобы место не занимало. И всё. Такой детский уголок, в котором ни один из представителей фауны не может навредить. Если только что козёл забодает. Как раз помещается. Всё. И теперь мы спавним сюда всё, что можно. Ну, свинок точно. Коров сюда. Здесь вообще курятник. Я гений. Коровы сюда. Овечки тоже сюда. Сюда можно и ламу. А, две маленькие. И одна мама лама. А сюда уже куриц. Но я сюда заспавнил коров. Ладно. Живите себя счастливо. Всё. Тактильный уголок, милый уголок. Осталось только засадить деревьями. Теперь и деревья аккуратно, а не как попало. Посмотрим, сколько посетителей уже у нас есть на данный момент. 344, было 255. Так долго я улучшал этот весь зоопарк. Только плюс 100 посетителей прибавилось. Я знаю, как сделать, чтобы их стало больше. Но нам нужно всего лишь 6. Поэтому много носорогов мы нас спавним. Леона нас спавним. То есть льва. И посмотрим, получилось хотя бы 350 посетителей добить. Нет. Ладно. Поставим ещё одну постройку. Пустынный уголок. Алло. И спавним сюда уже животных. Тут будут только верблюды. Очень много верблюдов. 348. Да вы издеваетесь. Поставлю вам ещё один ресторан. Милкшейк. И не говорите мне, что у меня уже не 350 посетителей. Поздравьте меня. 351. Я не знаю, дойду ли я вообще до 1000. Мне кажется, у меня быстрее место кончится в зоопарке. Чем я смогу столько посетителей приманить. Но 350 это тоже хороший результат. Поэтому, ребята, если у вас есть идея, каких животных мне больше поспавнить. Вот у меня уголок с фламинго. Я их ставил в первой части. То есть обычные лесные вот такие биомы довольно скучные. Если есть что-то оригинальное, можете рассказать, какую территорию вы хотели увидеть больше на зоопарке, то пишите. Если много лайков наберётся, то почему бы нам не достроить зоопарк уже полностью. Ну а вам хочу сказать большое спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Смотреть предыдущие видосы. Всем удачи. Ёчу пока.